В прямом эфире Вести Хакасия, я Константин Кравцов и это специальный выпуск. Здравствуйте! ГТРК Хакасия, разумеется, с вами, нашими зрителями, сегодня переживает по-настоящему историческое событие, к которому мы шли полвека. Буквально через несколько минут состоится запуск нового цифрового комплекса. Ну а произойдет этот самый запуск в знаковом для любого телевизионщика месте. Это центральная аппаратная, именно отсюда выходят в эфир все наши сюжеты и передачи. Буквально в двух словах, что же значит этот цифровой комплекс для зрителя. Ну, во-первых, это принципиально улучшенная картинка, HD-качество, ну и, разумеется, стереозвук. Так, запускать символический пульт у нас будут специальные гости. Это глава республики Виктор Михайлович Зимин, кстати, довольно частый наш гость. Рефат Абдул-Вагапович Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента. Кстати, именно ВГТРК и занималась нашим переоснащением. Ну и, разумеется, наш дорогой директор Лариса Николаевна Ефименко-Михайлова. Так, вроде бы всех представил, предлагаю не медлить. Если позволите, я произведу отчет. Конечно. Ну что же, пожалуйста, вот он символический рычаг. Спасибо за обязанную честь. Итак, три, два, один. Пуск! Ну что ж, в это состоялся торжественный символический пуск цифрового комплекса. К нам прилетела наша цифровая бабочка. Но я, разумеется, не могу не задать вопрос нашим уважаемым гостям. Виктор Михайлович, все-таки, как считаете, насколько значимо для нашего региона такое вот событие? Знаете, я повторю слова нашего большого гостя. Для республики это действительно эпохальное событие. Это действительно прилетела бабочка. Я сегодня сравнивал это событие, наверное, с советским временем, когда мы говорили. Первая лампочка Ильича. Это действительно очень здорово. Сегодня самое главное и важное, что каждый житель республики независим. В столице проживает, в селе, в большом, в малом селе получит вот эту качественную, одну из самых качественных услуг на сегодняшний день в России, телевизионную новую картинку. Для нас это очень важно. Я даже сам меру волнуюсь сегодня. Много событий бывает. Мы разного рода объекты вводим с миллиардными, десятимиллиардными там значениями, я имею в виду финансовом плане. Здесь тоже очень большие были потрачены деньги. Я бы хотел сегодня поблагодарить руководство гос. телерадиокомпании за вот эту инвестиционную составляющую. И хочется сказать, что мы одни из первых. И это здорово. Я благодарю за республику, от всех жителей вас. Передайте славу и благодарность руководителю. Вот с поклоном, с низким, от всех нас, живущих в республике. Спасибо, Виктор Михайлович. Арифат Абдул-Вагапович, позвольте вопрос вам. Я думаю, зрителям интересна стратегическая значимость данного события. Ну и все-таки, сколько у нас в стране регионов прокачаны так же, как и мы теперь? Ну, программа переоснащения была начата пять лет назад. Автором этой программы является Олег Батч-Збродеев. За что им отдельное спасибо, потому что, если вспомнить историю вообще нашего отечественного телевидения, последняя такая крупная реорганизация аппаратно-студийных комплексов в стране была произведена к Олимпиаде 1980 года. И вот сегодня, несмотря на то, что, в общем, да, довольно сложное состояние в нашей экономике в целом, тем не менее, государственной СМИ уделяется очень большое внимание. И вот мы сегодня с вами являемся, правильно сказал Виктор Михайлович, свидетелями исторического и эпохального события, как для страны, как для нашего холдинга БГТРК, так и для республики, конечно. Спасибо большое. Я думаю, наши зрители в скором времени ощутят все прелести новинки. Ну, а мне остается добавить то, что запуск уже историческое событие. Сейчас в студии с нетерпением своего слова ждет Елена Крылова. Кстати, Елена теперь также выходит не только в прямом эфире, но и в новом цифровом формате. Елена? Да, Костя, спасибо тебе огромное. Дорогие друзья, это Вести Хакасия теперь в новом формате. Я, Елена Крылова, здравствуйте. Произошло и, надо даже сказать, свершилось то событие, к которому мы шли больше, чем полвека. Несколько секунд назад в центральной аппаратной гостей радиокомпании Хакасия состоялся торжественный запуск нового оборудования. Так что же оно из себя представляет, об этом расскажет Сергей Ефимов. Заместитель директора региональной производственно-технической дирекции ВГТРК. Нам удалось реализовать в филиале такой уровень оборудования и технологии, который ничем не уступает московским технологическим площадкам и мировым. То есть ваши специалисты, которые освоили уже эту технику, могут общаться на одном языке с журналистами таких флагманов, как CNN, BBC и так далее. Теперь вы обладаете уникальным комплексом, который позволяет создавать контент в формате высокого качества, High Definition, который полностью построен на цифровых технологиях. Более того, для удобства работы журналистского комплекса реализована система автоматизации новостного производства. И все это, эти элементы, составляющие очень большого аппарата студийного комплекса, который позволит в недалеком будущем осуществлять свои региональные врезки в цифровой мультиплекс. Сейчас Москва распространяет уже цифровой мультиплекс по всей России, но пока там еще нет регионального замещения. И вот совсем осталось немного времени, когда оно появится. Вы, во всяком случае, к этому уже готовы. Это сегодня все уже такое современное, технически совершенное. А вот 57 лет назад, когда открылся наш телецентр, начиналось все совсем по-другому. Тогда и техника была гораздо серьезнее, с чего стоят одни названия. Телекомбайн «Беларусь», к примеру, так назывался один из первых телевизоров. Об истории телевидения в Хакасии наш специальный репортаж. Мы находимся в одной из рабочих станций монтажных программ в Вести Хакасии. Сейчас как раз готовим к эфиру материал о дне рождения нашей телекомпании. В принципе, ничего особенного. Это видеоредактор, с которым знаком практически каждый, кто работает с видео. Но почему мы говорим об этом? Потому что именно так мы сегодня материал к эфиру готовим в последний раз. Покажи телевизионщикам середины прошлого века, что вот так можно сделать сюжет для новостей, посчитали бы выдумкой фантастов. 50-х телевидения было чем-то запредельным. В Абакане оно начиналось с любительской 60-метровой телевышки. Она находилась на аскизском тракте. Абакан совсем маленький город. Благодаря энтузиастам в условиях жесткой плановой советской системы ему удалось не отстать от крупных сибирских центров и тоже открыть свою телестудию. Хотелось бы сказать доброе слово о тех, кто закладывал фундамент телевидения. Легендарные люди, фронтовики. Телевидение – это в первую очередь люди. Одна из главных черт этих людей – умение делиться своими радостями. А поводов для них на заре телеэпохи было великое множество. И, конечно, за 57 лет у нас появились настоящие друзья. Василий Николаевич Федосов сегодня пришел к нам в гости. Он наш первый телезритель. В 59-м привез в Хакасию первый телевизор КВН. Ко мне там собрались, когда я взял телевизор. Ни у кого же не было. Целая избушка. Некуда было. Сам киномеханик, кино же в клубе показывал. И то пришел смотреть. Телевизор в те времена был огромной роскошью. Имелся далеко не в каждой семье и был самой сложной техникой в доме. Чего стоят одни названия? Вот этот, к примеру, 60-е годы – телекомбайн «Беларусь». Здесь тебе, собственно, телевизор, проигрыватель для пластинок и, конечно, радиоприемник. Но это уже более современная модель. А в фондах Минусинского музея хранится более старый экспонат. Это телевизор Енисей-2, 50-е годы. Чисто теоретически, именно эта машина могла принять первый сигнал Абаканской телестудии. 8 февраля 59-го года в эфир вышел первый фильм. Это была кинолента Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове». Такая сага о комсомольской любви – это было чудо. А дальше пошла настоящая телевизионная жизнь. Появилась возможность снимать свои фильмы. Наш телецентр разбогател благодаря томским коллегам. Им институт радиотехники регулярно поставлял оборудование. Нам они отдавали, что освободилось. Всем известно, что работа на телевидении тяжелая. Полвека назад она была тяжелой в прямом смысле слова. Внушительные камеры, пульты, даже не кассеты, а целые катушки от снятой пленки. Но чего не сделаешь ради любимого зрителя. Тогда была очень модная варшавская мелодия. И по заявкам телезрителей нужно было постоянно ее показывать. Нужно было выкатывать рояль, пианино, вытаскивать все это на руках. Один телеоператор даже из-за этого перешел в выездные кинооператоры. Надоело таскать ему пианино. Сегодня ГТРК «Хакасия» – самая крупная СМИ в республике. Ежегодно мы выдаем порядка 800 часов чистого эфира. Это новости, авторские проекты и вещания на хакасском языке. То, что видит зритель на экране – это только вершина огромной проделанной работы. И именно сейчас начинается новая эпоха. Наша телекомпания переходит в новый формат. Это последнее слово в мировой телевизионной технике. Для зрителя значит четкая красивая картинка и концептуально совсем другой эфир. Я надеюсь, что это будет интересно. В первую очередь, конечно, профессионально. У нас все готовы к этому. Сейчас есть, конечно, и такая возможность, как включение прямого эфира. То есть журналист с любой точки нашей республики, мы можем завести его прямо во время прямого эфира и общаться со студией. Дай бог нам, чтобы мы перешли хорошо, удачно. Хороших зрителей хочется мне, хорошей картинки, чтобы нас смотрели, любили. За 57 лет телевидение прошло несколько ярких и интересных этапов работы. От линейного монтажа, когда пленку резали специальными ножницами, компьютерного монтажа. Новый формат HD-качества стал логичной ступенью. Сколько тысяч выпусков вышли в эфир за 57 лет работы, не считал никто. Важно не это. Одно всегда было и всегда останется главным для нас. Мы работаем исключительно для нашего зрителя. Ну вот, друзья, наш специальный выпуск завершен. И прямо сейчас таким дружным коллективом и в новом формате мы приступаем к подготовке следующего эфира. Смотрите нас сегодня в 19.35 на телеканале «Россия-1». Увидимся!